Множко-немножко, вы понимаете, вы нарушаете сейчас административное законодательство. За этот товар я не могу даже место заплатить. Статья 160, админкодексы. Возникают стихийные рынки в местах, где ходит много людей, говорят в управлении торговли. Больше всего незаконно торгуют фруктами, овощами, мясом. Цены отличаются всего на 2-3 гривны. На официальные торговые точки предприниматели идти не хотят. Говорят, дорого платить за место. Дешевле торговать прямо на тротуаре. Продукты выложены на прилавках из старых коробок. Продавцы, не стесняясь, берут их руками. При этом ручаются за качество и чистоту товара. Мы вечером зарезали, а утром выехали и продаем. Какое качество? Конечно, хорошее. Как ни странно, покупателей санитарное состояние не смущает. Они таким продавцам верят, еще и защищают. Говорят, далеко ходить не надо и дешевле отдадут. И в магазине там, наверное, еще в два раза дороже. Я, например, в магазине выйду и обдурят еще. Ни разу и не заходил. Мы им благодарны, что они нас выручают. Но они дешевле нам дают. Мы покупаем. Правоохранители составляют административный протокол и описывают товар. Конфисковать продукты не могут, негде хранить. Позже дело передается в суд. Нарушителю выписывается штраф. Милиционеры говорят, что взыскания слишком малы. От 17 до 255 гривен. Продавцов по карману не бьет. Многие возвращаются к торговле уже на следующий день. Штрафы людей не пугают. И исправить это положение очень тяжело. Именно сотрудникам милиции практически нереально. Потому что штрафы действительно, скажем так, смешные. Однако подобные проверки все-таки имеют результат, говорят правоохранители. В сравнении с прошлым годом количество точек стихийной торговли в городе значительно снизилось. Следующий журет милиция и чиновники обещают провести в конце апреля. Оксана Витер, Дмитрий Шибалов, Владимир Евриков, Панорама.